Карликовые государства признают независимость Абхазии. Вслед за Науру оккупированный регион Грузии признал остров Вануату. Удостоверение личности со встроенным чипом. Как будет выглядеть новый документ и какую информацию можно получить с помощью новых карт. 1 июня – Международный день защиты детей. Как отметили этот праздник в Грузии в сюжете корреспондентов Регион ТВ. Встреча, которая должна стать четким сигналом для России. Сигналом о том, что США не намерены менять своего внешнеполитического курса. Именно так в Тбилиси комментируют переговоры между президентом Грузии и вице-президентом Соединенных Штатов Америки. Как эксперты оценивают встречу Михаила Саакашвили и Джозефа Байдена. Тему продолжит Нина Чапирова. США – главный союзник Грузии на политической арене. А перспектива решения проблемы оккупированных территорий во многом зависит именно от Фашингтона. Такова позиция официального Тбилиси, который накануне встречи президента Грузии Михаила Саакашвили и вице-президента США Джо Байдена еще раз подчеркнул спикер парламента Грузии. Давид Бакрадзе отметил, что информировать администрацию Обама о проводимых в стране реформах нужно как можно чаще. США – наш главный союзник на международной политической арене, поэтому поддержка Вашингтона имеет особое значение. Вице-президент Байден не раз выражал неподдельный интерес к Грузии. Это укрепляет нашу уверенность в том, что политика непризнания оккупированных регионов и поддержка, которую нам выражает администрация Белого дома, продолжится. На фоне участившихся провокаций со стороны России встреча с Саакашвили и Байденом носила знаковый характер. В парламенте считают, что это политическая заявка Москве со стороны Вашингтона. Депутаты отмечают, что Грузия вновь в центре внимания стратегических партнеров. Грузия остается в центре внимания наших иностранных партнеров. Особое значение имеет сотрудничество в рамках Харти и стратегического партнерства, которое было подписано между Грузией и США. Встреча Михаила Саакашвили и Джозефа Байдена еще раз подчеркивает тот факт, что Соединенные Штаты Америки придают особое значение текущим в нашей стране процессам. Встреча с вице-президентом США имеет для Грузии огромное политическое значение, особенно на том фоне, когда провокации со стороны России продолжаются. Я уверен, что эта встреча принесет результат. Стратегическое сотрудничество Грузии и США стало основой дальнейшего реформирования нашей страны, обеспечения безопасности, развития и укрепления экономики, сотрудничества в области культуры и, главное, достижения демократии. Грузинские аналитики напоминают, что США на данном этапе главный гарант безопасности Грузии. Главная предпосылка для расцвета, экономического расцвета и демократического развития каждой страны является мир, то есть безопасность ее границ. Соответственно, эта проблема очень четко стоит перед нашей страной. А главным гарантором мирного развития Грузии, в первую очередь, это главный гарант грузийский народ, но на международной арене этим гарантом являются Соединенные Штаты Америки. Соответственно, нам надо очень активно работать с этой страной. До встречи с президентом России Джо Байден провел встречу с президентом Михаилом Саакашвили. Эксперты отмечают символическую закономерность. Схема переговоров в Вашингтон-Тбилиси и Вашингтон-Москва с разной очередностью для сторон стала привычной. Это может означать подчеркивание того, что отношения с Россией в Соединенные Штаты выстраивают не за счет ослабления контактов с Грузией, так что, возможно, это имеет определенное символическое значение. Возможно, конечно, когда вот две такие встречи происходят близко друг к другу, что Соединенные Штаты пытаются как-то помочь уладить какие-то проблемы, которые существуют между Грузией и Россией. Однако преувеличивать результаты встречи с Саакашвили и Байденом, уверены политологи, не стоит. Главное в месседже Вашингтона. США готовы помочь Грузии в развитии демократических институтов и поддерживают политику непризнания оккупированных регионов в рамках стратегического партнерства. Пятое по счету государство признало независимость Абхазии. Союзником с Сухумского режима на этот раз стало островное государство Вануату, которое является одной из бедных стран мира. Эту информацию распространили представители режима Сухуми, однако официального подтверждения на данный момент не поступало. С подробностями наш корреспондент Нина Битцадзе. Список признавших независимость Абхазии пополнился еще одним государством, вернее Тихоокеанским островом Вануату. Информацию об этом распространяет представитель сухумского режима Максим Гвиджия. По его словам, Сухуми намерен развивать с Вануату не только дипломатические, но и экономические отношения. Нам удалось добиться признания со стороны республики Вануату, чему мы очень рады. Переговоры об установлении дипломатических отношений с Вануату шли несколько месяцев. Вануату оказалось смелым независимым государством и действительно проявило волю. Несмотря на возможное давление, они не испугались и признали нас. В Тбилиси комментировать информацию о возможном признании независимости Абхазии со стороны Вануату затрудняются. Тем более, что официального подтверждения информации сухумских властей на сайте правительства Вануату пока нет. На данном этапе я не могу подтвердить информацию о признании независимости Абхазии со стороны Вануату. Эта информация распространилась в одностороннем порядке. В любом случае, это не изменит отношение всего мира к нашей стране и еще раз подтверждает то, что Россия находится в тупике. Москва старается любой ценой найти любую страну и убедить признать независимость оккупированного региона Грузии. У меня нет никакой конкретной информации о республике Вануату. Прежде чем комментировать, мне надо поискать это государство на карте. Это очень бедная, богом забитая страна, существование которой вместе сегодня что узнали. Наверное, русские купили у них признание независимости Абхазии. Но главное то, что главные игроки в международной политике не только не признают, а уже оценили политику России как оккупацию. Эти страны очень неловкая ситуация ставит перед международным сообществом, потому что они фактически противоречат всем международным правам и принципам, которые фактически в каком, в котором контексте признают они Грузию. По мнению экспертов, подобный шаг со стороны Вануату ситуацию в Абхазии не изменит. Однако политологи не исключают, что со временем Москва может сменить ориентиры и своим приоритетом сделать курс на признание независимости Абхазии. Тем более, что по сравнению с Цхинвали, в Сухуми у Кремля есть не только стратегические, но и экономические интересы. Не исключено, что в результате международного давления Россия будет стараться в будущем больше продвигать вопрос независимости Абхазии и все меньше и меньше создавать какой-либо ажиотаж вокруг Южной Осетии. Независимость и существование ее как самостоятельного государства в принципе цело невозможная и практически неосуществимая. Республика Вануату – государство, расположенное на 83 островах архипелага «Новые гибриды». С 1906 года острова управлялись Великобританией и Францией, а независимость получили только в 1980 году. Численность населения составляет до 200 тысяч человек. Вануату является малоразвитой и третьим по бедности государством Тихого океана. Ход выполнения стратегического плана развития Грузии обсуждался сегодня на заседании правительства страны. По словам премьер-министра Грузии, в нынешнем году растет внутренний воловой продукт. Ника Гелаури также подчеркнул, что положительную тенденцию в балансе между экспортом и импортом глава правительства сообщил, что в ближайшее время будет создан специальный партнерский фонд, который будет способствовать развитию частного сектора. В частности, в плане строительства гидроэлектростанций и нефтеперерабатывающих предприятий. Несколько месяцев назад мы представили общественности стратегический план развития Грузии. Значительной частью этого плана является развитие системы здравоохранения. До конца будущего года у нас появится 150 новых больниц. Преимущественно это будут средние и малые клиники. В районах больницы будут рассчитаны на 15-20 коек, а в городах на 70-100. Кроме того, проводятся реформы и в сфере образования. В частности, экзамены в школах ведутся по новым правилам. В целом, правительство предпринимает серьезные шаги для развития частного сектора в Грузии. Развитие госпитального сектора – одно из направлений стратегического плана нашего правительства. Как вы знаете, уже по запланированному плану, уже к концу этого года более 50 клиник уже новых, построенных, будут закончены в районах Грузии. И в конце вот этого проекта мы уже планируем, что около 150 новых клиник, реабилитированных или построенных, будут закончены. Средства на строительство новых электростанций из партнерского фонда выделяться не будут. Он будет выдавать гарантию закупки электроэнергии, для чего будут заключены конкретные соглашения. Это даст стимул банкам финансировать проекты по строительству гидроэлектростанций и выдавать кредиты без дополнительных гарантий. С 1 июля в Грузии начнется выдача электронных удостоверений личности. Согласно проекту, новый документ будет предельно многофункциональным. Подробности в сюжете Маккижване. Новое удостоверение личности для граждан Грузии. Документ с чипом, который содержит детальную информацию о человеке, его возрасте и месте жительства, упростит работу многих ведомств. Для замены старых удостоверений на новые поправки были внесены и в соответствующий закон. Выдача новых ID-карт начнется с июля. Документ можно будет получить в течение 10 дней, а его стоимость составит 30 лари. А те, кто захотят оформить документ за день, цена составит 65 лари. Это проект, который изменит жизнь и упразднит жизнь каждого гражданина Грузии. Так что мы думаем, что в ближайшее будущее, с июля месяца мы уже начнем выдавать эти документы. И именно для этого мы пришли сегодня тут, чтобы обсудить все детали вопросов, все детали инициативы. Для того, чтобы если кто-нибудь думает, что что-то надо изменить, чтобы учесть их мнение. Электронное удостоверение – это очень интересная инициатива. Она упростит гражданские процедуры в административных органах. Карта будет включать всю информацию о ее владельце. И, что самое главное, ее невозможно будет подделать. Удостоверение будет содержать два электронных носителя. С помощью новых ID-карт можно будет воспользоваться различными услугами или делать покупки, не выходя из дома. В одном из чипов будут данные о том, сколько есть на счету владельца удостоверения. Предусмотрены и различные льготы. Лица из неимущих семей с менее чем 70 тысячами баллов по шкале Агентства социальной защиты получат карты бесплатно. Таких граждан в нашей стране около 800 тысяч. ID-карта – это не просто удостоверение личности. Она, конечно, подтверждает имя, фамилию и дату рождения человека, но имеет и другие функции. Она может в себя включать, например, страховку, которой можно пользоваться в любом медицинском учреждении. Это и правда инновационный проект. Меня заинтересовало, как с помощью этих карт будет происходить идентифицирование личности на выборах, если на карте не будет указан адрес проживания человека. Для лиц старше 14 лет наличие карты будет обязательным. А тем, кому пока не исполнилось 14, удостоверения будут выдаваться сроком на 4 года. Срок действия карты граждан, достигших совершеннолетия, составит 10 лет. Сегодня я узнал о новых удостоверениях личности. Срок моего старого удостоверения истекает. И я рад, что смогу пользоваться электронной картой, которая облегчает многие процедуры. Планируется, что постепенно такой документ заменит удостоверение старого образца. Гражданский реестр предлагает гражданам и другие инновационные проекты, с которыми ознакомит общественность в ближайшее время. Новые правила банковского сервиса вводят национальный банк Розе. Клиентам будет предоставляться вся необходимая информация. В частности, коммерческие банки будут обязаны обозначать в договорах все финансовые расходы, связанные с любыми операциями, с использованием кредита и депозита. Эти правила направлены на защиту прав потребителей и создание прозначенной среды в финансовом секторе. Все банки должны разработать письменную форму жалоб, с помощью которых потребители смогут выражать свои претензии к обслуживанию или той или иной процедуре. Банки будут обязаны предоставлять ежемесячные статистические данные. Углубление отношений между студентами и реализация совместных проектов – главная цель форума, который проходит в Тбилисском государственном университете. В рамках мероприятия, в котором принимают участие 35 представителей студенческого самоуправления из 15 стран, запланированы визиты в парламент и Министерство юстиции Грузии. Там гостей ознакомят с проводимыми в Грузии реформами. По итогам форума планируется оформить меморанту между студенческими самоуправлениями и Адавузов. Представители студенческих самоуправлений уже побывали в администрации президента Грузии. Гостям провели экскурсию по резиденции главы государства. Мне очень нравилось. Я здесь второй день. Вчера еще не было официального начала. Но нам провели личную экскурсию. Сейчас парламент, церемония открытия. В парламенте чувствуешь себя очень важным гостем, потому что встретились с представителем администрации президента, сходили на экскурсию. Очень довольна. Думаю, этот форум поможет углублению отношений между представителями студенческих самоуправлений и осуществлением совместных проектов. Студенты разных стран должны общаться и делиться опытом. Это будет способствовать развитию студенческих самоуправлений. Этот форум очень важен для грузинской молодежи, потому что в этом форуме они могут обмениваться контактами, информациями, обмениваться знаниями. И потом уже смогут они самостоятельно продолжить двухсторонные отношения между этими странами. Международный день защиты детей отметили сегодня в Грузии в рамках праздника. В столице и регионах страны прошли мероприятия для детей. Тему продолжит Илона Библая. Печатная машина Брайля, специальные учебники и сладости. Эти подарки получили воспитанники 202-й школы для незрящих. Международный день защиты детей ученики отметили вместе с министром образования и науки Грузии. Школа, в которой учатся 50 детей, находится под особым патронажем ведомства. Для работы с современной аппаратурой переподготовку прошли педагоги. Государство, мы всегда делали все и сделаем в будущем, чтобы у них были такие же условия для обучения, для проживания, как у них сверстников в Соединенных Штатах Америки или Европе. Этим летом произойдет реабилитация этой школы полная, для того, чтобы у этих детей была возможность получать образование в лучших условиях. Я хочу сказать спасибо за внимание и подарки, которые нам принес министр образования и науки Грузии. А также хочу поздравить всех детей с Нинаоба и с Днем защиты детей. Подарки детям подготовили и в правительстве Абхазии. Ребята из вынужденно перемещенных семей прошли бесплатное медицинское обследование в педиатрической клинике имени Гиви Живания. Эта программа будет в дальнейшем продолжаться. Мы стараемся всячески везде, во всей части Грузии проживают наши беженцы, естественно, проводить аналогические акции. И наши дети, самое главное, очень здоровые, потому что сегодняшнее медицинское обследование показало, что слава Богу, все нормально. Мы подарили сегодня им подарки, желаем всех благ и всего наилучшего. И самое главное, что эти дети в ближайшее время вернули свои родные очаги, там они продолжали свою жизненную деятельность. Здесь был общий педиатр, кардиориматолог, опталмолог и так далее. Но такие заболевания, что до года мы посмотрели, до двух лет тоже посмотрели, такие особенные заболевания мы не нашли. Нашим детям провели детальное обследование. Надеюсь, в следующем году мы отметим этот день в Абхазии. В честь праздника детей принимали и в выставочном зале Экспо Джорджия. Дети с ограниченными возможностями и дети, лишенные родительской опеки, смогли представить на выставке продажи изделия ручной работы. Я очень рад, что имею возможность посмотреть на эти изделия, которые изготовлены самими детьми. Эти дети с ограниченными возможностями, но сами видите, что это условное название, они прекрасные вещи могут сделать. Я вот как раз приобрел многие из них и вам советую, эти деньги попадут на личный счет этих детей. По-моему, это лучшее признание их деятельности. Выставка и продажа, мы даем возможность нашим гостям внести маленький вклад, покупая те изделия, которые им нравятся, не знаю, счастье, развитие будущих этих детей. Такие акции будут перманентно продолжаться. Без внимания и подарков не остались и дети, аккредитованных в Грузии дипломатов. Вместе с грузинскими сверстниками они ознакомились с историей Грузии в виде композиции, исполненных в мозаике в резиденции президента страны. Особый интерес гостей вызвал прозрачный купол над заданием резиденции. Мне здесь очень понравилось, все очень красиво и чисто. Мне также нравится ваша страна. Здесь столько интересных мест, а люди очень доброжелательны. Я много рассказываю своим друзьям в Америке о Грузии. Резиденция оказалась лучше, чем я себе представлял. Здесь столько всего интересного. Я рад, что попал сюда. Клуб друзей Америки вместе с администрацией президента организовал это мероприятие для детей дипломатов, аккредитованных в нашей стране. Такие мероприятия еще больше сближают наши страны и, что особенно важно, сближают подростков. Международный день защиты детей был учрежден в 1950 году. В первый день лета этот праздник отмечается в более чем 30 странах мира. Откуда берет корни грузинская национальная одежда? Происхождение традиционных нарядов будут изучать ведущие ученые страны. Мы продолжаем выпуск и возвращаемся к главной теме дня. Напомню, полчаса назад в Риме завершились переговоры между президентом Грузии и вице-президентом США. В ходе встречи Михаил Саакашвили и Джо Байден обсудили ход демократических реформ Грузии, отношения между Тбилиси и Москвой и вопрос вступления России во Всемирную торговую организацию. Встреча президента Грузии и вице-президента США прошла накануне годовщины празднования Объединения Италии. Продолжаем выпуск. НАТО продлевает военную операцию в Ливии на 90 дней. Это заявление сделал сегодня генеральный секретарь Альянса. По словам Андерса Фограсмуса, на это решение представляет собой ясный сигнал режиму Каддафи о том, что Альянс не намерен отзывать своего решения по защите населения Ливии. Операция НАТО в Ливии будет продлена на три месяца. Мы полны решимости продолжать наши действия по защите населения Ливии. И не будем ослаблять усилий в рамках выполнения мандата ООН. Вопрос не в том, уйдет ли Каддафи, а в том, когда. На это может потребоваться некоторое время или это может случиться завтра. Международное сообщество неоднократно призывало Каддафи отказаться от власти и тем самым положить конец вооруженному противостоянию с оппозицией. Заявление по ситуации в Ливии сделал и министр иностранных дел Франции. По словам Аляна Жупе, международная коалиция не собирается убивать ливийского лидера, решать его дальнейшую судьбу. Будущее Каддафи должен решить его народ. Первый дипломат Франции добавил, что военная операция должна быть ограничена по времени. По его словам, союзники усиливают вооруженное давление на Каддафи, чтобы добиться скорейшего перехода к переговорам. Жупе отметил, что начало переговорного процесса будет обсуждаться на следующей неделе в Абудаби на заседании контактной группы. Правительство Японии недооценило опасность, которую представляет цунами для местных атомных электростанций. Об этом говорится в отчете Международного агентства по атомной энергии. По мнению специалистов МГАТЭ, инцидент на Фукусима-1 показал, что АЭС нуждается в усиленных центрах реагирования на чрезвычайные ситуации. Результаты исследований экспертов будут представлены с 20 по 24 июня в Вене. Опасность цунами для некоторых объектов была недооценена. Разработчикам и операторам ядерных станций следует должным образом оценивать и обеспечивать защиту от риска природных бедствий. Лондон и Париж диктуют, как нужно одеваться осенью и зимой. А Бразилия показывает, как нужно выглядеть на пляже в новом сезоне. Бикини уже давно не считают одеждой, а скорее красивым аксессуаром, который должен подчеркивать красоту женского тела. Купальники по-бразильски на фэшн-вике Рио-де-Жанейро и в нашем следующем сюжете. Именно так должны выглядеть девушки на пляже Рио-де-Жанейро в 2011-12 годах. По крайней мере, такие тенденции диктует бразильская мода. А она, как известно, в пляжной моде разбирается лучше всех. Посмотреть коллекцию пришли не только критики моды, но и местные жители, которые уже приглядели для себя парочка купальников. Дизайнеры постарались перенести пляж Копа Кабана на подиум. Именно поэтому бренд Salinas использовал конструкции Жаклин де Биазе. Они были полнокрасочными зонтиками пляжа и аксессуарами, которые чаще всего встречаются именно в Копа Кабана. Дизайнер как бы перенесла пляж Копа Кабана на подиум, чем обогатила показ. А музыка в стиле тропикализм сделала показ более эмоциональным. Под ритмы самбо и босса нова в купальниках прощеголяли такие известные модели, как Изабель Фонтана, Анна Клаудия Михельс, Алин Вебер и Рената Куартен. Мне понравились цвета и формы бикини. Я думаю, что эта коллекция наглядно показывает, как нужно выглядеть летом на пляже в Бразилии и Сан-Паулу. На создание коллекции дизайнеров вдохновили закаты и восходы на пляже Ипанема. Именно поэтому модельеры использовали коралловый, розовый и желтый оттенки. Они не обошли стороной и пляжные шляпы, сделанные в оригинальном переплете. Модельерам удалось не только ознакомить посетителей с новыми пляжными тенденциями, но и передать эпатажность пляжа Бразилии. Первое научное исследование традиционной грузинской одежды. Фонд имени Шотару Ставели объявил конкурс на изучение национальных костюмов. Конкурсанты должны изучить особенности грузинских нарядов за полтора года. Подробности в сюжете Диана Метравели. Чоха – один из предметов национальной гордости Грузии. История происхождения традиционной одежды всегда привлекала как грузинских, так и иностранных ученых. Для того, чтобы изучить все детали национальной одежды и аксессуаров, грузинские ученые примут участие в конкурсе и проведут научные исследования. Подобный конкурс мы проводим впервые. В нем смогут принять участие группа ученых, историков и экспертов. Уже с сегодняшнего дня все желающие смогут пройти регистрацию на сайте нашего фонда. Согласно правилам конкурса, группы ученых должны будут провести историческое, этнографическое, географическое и социальное исследование происхождения национальной одежды. Всем хорошо известно, какую уникальную одежду и аксессуары носили в разных уголках Грузии наши предки. При проведении исследований конкурсанты должны учитывать все элементы нарядов, которые затем будут описаны в новой энциклопедии. Каждый национальный грузинский костюм олицетворяет разные уголки Грузии и несет информацию о местах проживания грузин. У национальной одежды есть своя символика, которая имеет интересное историческое прошлое. Я считаю, что подобные научные работы станут интересными и исчерпывающими источниками для всех любителей грузинской культуры. Провести научное исследование происхождения грузинской традиционной одежды конкурсанты должны в течение 18 месяцев. Исследования победителей будут опубликованы в иллюстрированной энциклопедии, которую издадут по завершении конкурса. Судьбы пушкинских музеев мультимедии на телемост на эту тему состоялся между Тбилиси, Кишиневым и Москвой. Пушкинисты обсудили состояние музея великого русского поэта в России, в России за ее пределами. Тему продолжит Анастасия Хатеашвили. Быть или не быть музеем Пушкина. 212-я годовщина со дня рождения великого русского поэта затронула тему плачевного состояния пушкинских музеев в России и за ее пределами. Исключением не стал и пушкинский мемориал дома Смирнова в Тбилиси, который по указу президента Грузии был передан подчинением Министерства культуры и охраны памятников. Однако пока не начал работать. Уже более года музейная дверь опечатана, музей недоступен. И все это грозит тем, что рано или поздно вся эта уникальная коллекция, которая могла бы украсть любую мировую столицу, будет уничтожена. Потому что в 2010 году во время ремонта в одном из залов был на стильный паркет, пораженный Жучком. За эти годы Жучок делает свое черное дело. Уничтожает мебель, уничтожает бумагу. Чудо на улице Галактиона Табидзе так называли дом Смирновых в Тбилиси, в котором жили три поколения ученых и общественных деятелей. Помимо уникальных портретов и личных вещей Александра Смирнова-Рассеты, редчайших экспонатов, которые видела Трогал Пушкин, дом хранит наноскрипт Ильи Чапчавадзе. В нем также проходили встречи таких виднейших представителей грузинской интеллигенции, как Титян Табидзе, Нико Никуладзе, Петра Меликишвили и Георгия Леонидзе. Культурные контакты абсолютно необходимы любой стране. Потому что без вариться в собственном соку ни одна культура ни одной страны не может. И то, сколько получила Грузия от того, что она многонациональна, надо помнить вклад всех народов, проживающих на территории Грузии. Это одно. И мы это помним и ценим и знаем. Но надо еще и помнить и международные контакты. Проблемы серьезные. Повторяю, с Пушкинским музеем в нашей столице, в общем, в столице, и, конечно, в северной столице, и вообще в России более или менее еще хорошо. Но как помочь нашим друзьям, пушкинистам из стран, с которыми мы сейчас беседуем, давайте поговорим и подумаем все вместе. Какую роль играет сегодня музей в деле сохранения и развития пушкинского наследия? Выставит ли физически от соседства со строящимся 20-этажным жилым домом домик Пушкина в Кишиневе, где классик прожил три года и начал работу над романом Евгений Онегин? И вообще, способны ли они в современном мире объединять ценителей культуры, людей всех возрастов, вероисповедания и национальности? Вопрос остается открытым. Молодежная сборная Грузии по регби не сумела пробиться в финал Кубка мира, проходящего в Тбилиси в заключительном матче групповой стадии турнира. Наши регбисты потерпели поражение от команды Японии. Подробности этой игры, а также встречи за вторую путевку в финал в сюжете Михаила Егикова. Перед матчем с японцами главным козырем сборной Грузии считалось преимущество физической силы. Представители страны восходящего солнца проповедуют более скоростной регби. Именно этот компонент игры и стал решающим. Гости были более подвижными и игра началась двумя забитыми штрафными и занесенной японцами попыткой. У грузинской команды не шла комбинационная игра и не всегда получалось точно бить со штрафного у Бахвы Кубахидзе. Во втором тайме наши регбисты сумели занести одну попытку, автором которой стал Заза Наврузашвили. Но сборная Японии не избавила оборотов и дважды во втором тайме приземлила мяч в зачетном поле грузинской команды. 29-14. Победа сборной Японии, которой в финале будет противостоять команда Самоа. Островитяне уверенно переиграли сборную России и завершили выступление в группе со стопроцентным показателем. 12-й номер Самоанцев Роберт Лиломоява четырежды занес мяч в зачетную зону россиян. По два раза в каждом из таймов. У сборной России не клеились даже удары со штрафных. После двух неудачных ударов Германа Годлюка не точно пробил Ямщиков. Итоговый счет 50-14 в пользу команды Самоа. Хотелось бы другого, но понятно, что команда Самоа на сегодняшний день, наверное, здесь сильнейшая на этом турнире. Учитывая, что ее колоссальный опыт и уровень мирового регби начинается с национальной сборной. Мы очень хорошо к этому настроились. И, может быть, первый тайм это не столько было заметно. Это вся жара. У нас вся была цель биться до конца. А во втором тайме у нас сил не хватило. Темп был очень большой игры. Допустили ряд ошибок, от которых все и решилось. Мы очень рады победе. Эта игра была достаточно трудной. Россия в первой половине встречи играла очень хорошо. В другом матче группы А уругвайцы без труда расправились со сборной США и заняли второе место. Таким образом, в матче за третье место сборная Грузии встретится с командой Уругвая. Эта встреча пройдет 5-го числа в 16.45 на стадионе Овчала. Двумя часами позже путевку на чемпионат мира разыграют сборные Самоа и Японии. Такой была итоговая программа 1 июня. В студии работала Тамара Тушури. Благодарю за внимание. До скорых встреч.